Всех приветствую! У нас с вами последняя, видимо, в этом семестре лекция по курсу паразитового программирования, которая, с одной стороны, последняя, с другой стороны, я, в общем, не сразу понял, что она прямо последняя и что мне нужно будет еще какие-то воодушевляющие слова говорить. Поэтому она будет не очень воодушевляющей, но, как мне кажется, интересно. Поскольку она последняя, хочется рассказать, это вообще моя карма в этом семестре, я постоянно рассказываю на лекциях про то, про что мы не будем говорить. Список знаменитостей, которые не снимались в нашем фильме. Разговора не будет про такую штуку, которая в свое время присутствовала в курсе по парадигмам, и это программирование обусловленной средой, когда у вас есть некоторая среда операциональная, в которой вы совершаете автоматически или полуавтоматически, или вручную какие-то действия, а потом внезапно оказывается, что если прикрутить прямо в нее, в эту среду язык программирования, то она сама будет работать. Натурально, машина не должна думать, машина должна ездить. К этой парадигме в первую очередь относятся языки склейки всякие, причем не питон, который сейчас модно использовать в качестве языка склейки, а именно языки, которые вырастают из той операционной среды, вокруг которой они, собственно, склеены. В первую очередь Shell и ему подобные языки. Туда же можно отнести вообще всякие домен специфические языки, где у нас основной упор делается не на, даже, я бы сказал, не на алгоритмическую полноту, а на удобство решения задач внутри домена. Вот этого все не будет, как вы понимаете. Вот. Чего еще обидно, в этом семестре так вышло, что у нас больше нету нормального, нормальной части про тем рерайт, про контекстно обусловленную обработку. Ну, был как Хаскель, в котором что-то есть подобное, но вот чтобы прям вот чисто терм-рерайт-базит, как рефал, например, вот ничего уже нет. Довольно современный язык, который умеет в терм-рерайт, это pure, вот, и вот у него довольно аккуратно построен рерайтинг, да, вот это вот рерайт-правило. Да, функция square означает, что надо подставить вот эту операцию. Ну и так дальше. Вот интересный язык pure, у него есть один крупный недостаток, из-за которого его нельзя использовать сейчас в нормальной жизни. Его автор, это группа авторов из немецкого университета, забыл какого, которые занимаются обработкой сигналов. Автор, ужасно интересный мужик, Альберт Греф, поддался на общие, на общие провокации, сделал его на LVM, на low-level virtual machine. А когда ты пишешь язык на LVM, и с каждым новым выпуском LVM тебе надо его переписывать. И он его сделал аж на третьем LVM, и тогда он работал. А потом вот он говорит, ну собирайте третий LVM в свой репозиторий, и будет все хорошо. И действительно, вот в том же Арчен, например, есть такая штука. Но, к сожалению, чем дальше, тем глубже это все уходит в прошлое. А современной концепции, современной концепции языка, базированного на терм-райт, почему-то нету, хотя терм-райт, ну, по крайней мере, сопоставление шаблона, чуть ли уже и в питон добавили. Да? То есть это модная тема. Почему не делают на ней язык? Непонятно. Есть более простой, но тоже вполне себе контекстно обусловленный способ смоделировать вычисления, который был в позапрошлом году на такой же лекции у меня. И это когда вы указываете с помощью специального фильтра контекст, например, с помощью регулярного выражения. И говорите, вот к строке, которая мачится этим регулярным выражением, применяем какой-нибудь вполне себе императивный алгоритм. Да? Там он типичный представитель такого рода языков, язык программирования АВК, вот все подобные, внутри, но именно, что рассчитанный на то, что вы будете указывать контекст, внутри которого, кусочек текст, внутри которого вся эта работа. Ничего этого не будет. Вот. Вместо этого мы поговорим вот о чем. Мы поговорим о том, что... Ну, сначала поговорим о том, какие задачи... Хотя зачем задачи? Видимо, сначала нужно про подход... Нет, лучше сначала про задачи, потому что вообще говоря, язык макроподстановки как язык вырос именно из конкретных задач. Предположим, у нас есть на входе некоторый текст, понимаемый в философском плане, текст как последовательность знаков. Вот. И этот текст нужно преобразовать к какому-то конечному результату. Очень древний и, пожалуй, первый, по первой из... первой из областей применения языка макроподстановки — это порождение бинарного кода операционной системы для конкретного железа. Вот. То есть без компиляции, а вот просто преобразованием. У нас есть некая... Идея была автором какая? Мы описываем логику операционной системы, а потом, значит, с помощью преобразования конкретных логических конструкций в такие же точно команды мы, собственно, саму операционную систему загружаем. Вот. Так вот, значит, наша задача. У нас есть на входе некий текст, в котором встречаются так называемые нетерминалы, они же макросы, да? Значит, какая-то часть этого текста приезжает в финальную один-в-один, а вместо какой-то нужно макрос раскрыть, подставить его, так сказать, значение превратить нетерминал в терминал, то есть последовательный символ, который мы считаем, не должна быть в нашем финальном тексте, в последовательный символ вместо нее, который должна быть в финальном тексте. Вот. Просто заменяется... Значит, у нас есть определение нетерминала через цепочку терминалов, а может быть, снова через нетерминалы и там какая-то суперпозиция у них. И вот принцип макроподстановки состоит в том, что в третьем нетерминал мы заменяем его на тело его определения, дальше парсим тело его определения, если там снова есть нетерминалы, заменяем их, ну и так дальше, и так дальше. На выходе получаем здравствуйте, на выходе получаем гладкий текст, вот. И это и есть наша цель. Вот такая задача. Мы такую задачу, наверное, встречали, например, в языке программирования C, где есть препроцессор под названием CPP, который на самом-то деле и есть макропроцессор с небольшими пирожками. Но препроцессор C он не является алгоритмически полным. А мы об этом еще поговорим сейчас. Значит, теперь что касаемо того места, где это используется. Ну вот CPP понятно для чего нужен. В древности древние люди считали, что текст на языке программирования нуждается еще в дополнительном аппарате, какого-то генерализации тех инструкций, которые есть в тексте языка программирования. Думали они так потому, что считали, что язык программирования это такое удобное представление машинного кода. Собственно, язык программирования C, тут вот есть отдельные личности, которые научно доказывают, что он не является алгоритмическим языком. Но главное, что он в этом смысле не является, с моей точки зрения, язык программирования C в том смысле не является алгоритмическим языком, в том смысле, что он является компилятором. Мы об этом говорили на второй лекции. То есть наша идея, идея людей-авторов СИ, это однозначно превратить красивые и удобные синтаксические конструкции в некрасивые и неудобные синтаксические конструкции машинного языка. Да, в девайсе же я показывал на второй лекции. Вот в этом смысле. Поэтому его надо обмазать еще некоторым средством генерализации, которое называется макроподстановка. Вот. Но это, как вы понимаете, достаточно частичное применение макросов. Вот. Есть еще довольно частое применение макросов, это собственно преобразование текста. Да, вот опять же древние люди, они, видите, 72-й год, древние люди, это на год старше, чем я. Боже, а я-то какой древний. Ну ладно, они тогда уже программировали, я только родился. Ну вот, значит, древние люди считали, что если у нас есть текст, то достаточно его разметить, потом, значит, обработать макроподстановкой, и его можно превратить в много разных выходных форматов. Так устроена, допустим, вся документация в Unix-подобных операционных системах. Она написана вот в этом самом формате нроф, а это просто текст слегка размеченный. А дальше путем преобразования его этот текст можно превратить в показ на экране, в печатную документацию, в веб-страничку и так далее. Это потом люди подумали, что, может быть, внутри текста могут быть еще активные части, вообще в веб-страничке надо писать на PHP, вот, и все такое, да, на джаваскрипте, вот этого все. А пока раньше думали, что вот. Но есть и вполне современные, я вот все время говорю про древних людей, но есть на самом деле вполне современные, хотя тоже, в общем, возникшие, да нет, в общем, относительно не только, менее древние, да, а главное, очень актуальные, использующие в современном мире инструментарии, которые частично или целиком базируются на, в принципе, макроподстановке. Вот, вот этот самый автоконф, это инструмент адаптации текущего сборочного окружения при сборке проектов и компиляции проектов, например, на том же языке AC. И мы его, он у меня был в другом курсе, который называется «Разработка приложений под Linux». Вот, и я могу даже, наверное, показать. Да, значит, сейчас, секунду, я посмотрю, где-то у меня есть пример. Да какой суду-то, господи, прости. Это я тут показывал людям, что нельзя использовать суду никогда в жизни. Вот нельзя. До тех пор, пока... Пока это не является необходимым. Вот. Вот, вот. Вот, значит, у нас есть проект как раз из той самой лекции, тут плохо видно, неважно. И вот есть файл конфигуряк, написанный на макроязыке М4. Вот, сейчас, давайте. О, хотя бы так. Видно? Видно. Вот. Вот в нем 29 строк. Эти 29 строк означают, что, значит, да, значит, это файл, который превратится в тот самый сценарий на шеле, то есть в программу. Да? Этот текст превращается в текст программы. В этом тексте сейчас написано, что какие-то требуются проверка версий, какое-то требуется наличие проверки программы CC, это компилятор. Нужно еще преобразовывать какие-то файлы, требуется проверка наличия какого-то заголовка C-шного. Вот. В общем, некоторые вполне себе декларативные описания того, какова должна быть наша программа. А после запуска достаточно большого количества, раскрытия достаточно большого количества макросов, ну вот, например, этих, давайте мы даже не так сделаем, а вот так сделаем. Это не все макросы. Вот эти 10 тысяч строк – это далеко не все макросы, которые используются при раскрытии этого файла. Получается файл конфигурии. И файл конфигурии – это скрипт на шеле, который можно запустить, и он адаптирует ваше, он проверит ваше сборочное окружение и сформирует нужные мейкфайлы и так дальше. Так вот, файл конфигурии, получившийся из файла конфигурия в 29 строк, занимает 15 тысяч строк. Какого-то вполне себе читаемого, но достаточно развеситого кода именно на шеле. В этом смысл макроопределений, что мы можем взять и заранее уже все подготовить, а потом все так вжук, бряк, шмяк, и у вас вырастет большой текст. Да, так вот, этим-то самым М4 мы будем сегодня заниматься, но прежде еще чуть-чуть бла-бла. Первое и главное – а как вообще обеспечивается алгоритмическая полнота? Ведь чего у нас нету в понятии макроподстановки? Вообще нет. У нас нету этого самого, ну, по видимости, да, кажется, что нету общерекурсивного подхода, у нас нету возможности итеративно повторять действия до тех пор, пока какое-то условие неверно. Помните, для алгоритмической полноты у нас нужно, вообще говоря, всего два свойства. Это аллигирование данных, то есть возможность обращаться к имеющимся данным, как-то их упоминать в алгоритме. И это действия, определяемые свойствами данных, что в зависимости от свойств мы выполняем или не выполняем какие-то действия. В случае аллигирования, аллигирование бывает двух видов в том же М4, вообще в макроязыках. Сами данные – это просто параметры наших макросов. Мы им передаем что-то, это что-то раскрывается, вставляется. И, собственно, имена макросов, то есть не терминалы. Не терминалы – это тоже вполне себе аллигируемые объекты. Мы говорим, макрос такой-то, с определением таким-то, сейчас мы его вызовем. Это как имена функций. Так что с аллигированием в макроподстановке все в порядке. А вот с действиями, определяемыми свойствами данных, довольно все странненько. Но, наверное, мы можем проверить, является ли данный контекст пустым. То есть мы передали макросу параметры, а он проверил, там пусто или не пусто. Возможно, мы даже можем сравнить, скажем, две строки. Мы же работаем со строками. Мы передали макросу нечто. Это нечто само по себе раскрылось сначала, разумеется, превратилось в текст. Мы, наверное, можем сравнить два текста. Если мы можем сравнить два текста, значит, мы можем устроить нечто вроде условного оператора и предусмотреть в механизме макрораскрытия, раскрытие либо в правую часть, либо в левую, в зависимости от того, у нас пустой контекст или равный контекст или неравный. Так что с условными операторами все просто. А вот в случае итерации у нас есть ровно один способ рекурсивно вызвать макрос внутри себя. И он будет раскрываться до тех пор, пока у нас какая-то, значит, по какой-то причине не перестанет это делать. И здесь немножко начинает у нас возникать подозрение, что что-то здесь не так, потому что мы-то привыкли, что в языках программирования, даже бог с ними с алгоритмическими языками, в обычной фоннеймонской архитектуре мы можем взять, написать 10 инструкций, сделать джамп, снова выполнить 10 инструкций, сделать это сколько хотим. Инструкций будет 10. А в случае макрораскрытия цикл на 10 оборотов – это будет уже 100 инструкций. Цикл на миллион оборотов – это будет уже 10 миллионов инструкций, 100 миллионов. То есть 10 миллионов инструкций. Вот. Но. Но. Значит, давайте вспомним определение алгоритма. Алгоритм – это такая штука, которая обладает очень важным свойством – конечности. Соответственно, формально говоря, если у нас очень много памяти, нам не нужны циклы вообще. Нам нужен инструмент указания того, что данное действие надо произвести, ну, допустим, 10 тысяч раз. Почему бы не скопипастить его 10 тысяч раз? Тем более, что язык макроподстановки позволяет нам это делать. Мы можем написать одну строчку, сказать скопипастить его 10 тысяч раз, она будет скопипащена 10 тысяч раз. Актуальная конечность достижения, нужное количество оборотов цикла сделано. Актуальная конечность налицо. Да, в оптимизации это называется loop-on-rolling. Когда мы берем цикл, и для того, чтобы он быстрее работал, просто тысячу раз записываем его содержимое. Вот. Поэтому с алгоритмической полнотой в языках макроподстановки нет никаких проблем, если есть вот это вот, значит, обращение к пустому и непустому контексту, разрешенное рекурсивное раскрытие макросов. Все. Что нам еще может понадобиться, если мы хотим придумать свой макроизык? Нам нужно, может понадобиться, поскольку, ну, одно из двух. Либо нам нужно ввести два разных цвета символов для терминалов и нетерминалов. Ну, синенькие терминалы, красненькие не терминал. Лена, либо нам нужно ввести какой-то другой способ отличия строчки, допустим, строчки define от оператора define, макроса define. Как нам отличить define от define, если мы хотим, чтобы в выходном потоке было слово define? Ну, вот. Очень просто, да? Мы должны придумать, что некоторые символы являются специальными, и мы экранируем с их помощью все остальные. Допустим, поставили, там, не знаю, бэкслэш перед словом define. Или в кавычке забрали слово define, и оно уже не является макросом. Вот. Нам нужно придумывать также, помимо экранирования, нам нужно придумать, как делать синтаксически обозначать аллигирование, как синтаксически обозначать, что у макроса, у макро, есть вот такой-то параметр, да, какие-то скобочки поставить. Да, вот это еще один такой элемент, который нам понадобится. Вот. Ну, с нашей точки зрения все будет выглядеть очень тупо. Мы будем макросом, в скобочке, через запятую передавать параметры. Надо понимать, что это всего лишь такой способ договориться, да, по-разному. Что еще может понадобиться? Очень часто в реальной задаче, реальной задаче, задача обработки реальных данных, оказывается, что у вас есть, например, два выходных потока. Это поток, собственно, данных, то, что вы генерите, и поток сообщений, то, что вы рассказываете пользователю относительно процесса, и их перемешивать точно не надо. А иногда бывает, что этих потоков много, а иногда бывает, что какие-то вещи нужно вставить в самый конец. Тогда наша красивая картинка, вот у нас есть входной текст, мы его подставляем, у нас получается выходной текст, ломается, потому что этот текст, оказывается, состоит из нескольких частей, которые еще могут быть и в разные стороны направлены. Вот манипуляция потока. Быть может, но мы этого делать не будем. Быть может, вообще стоит отказаться от идеи обрабатывать каждую строку отдельно. А нет, а может и будем. Как это мы делали, допустим, в том же ЦПП. Вот в ЦПП обработка идет подстрочной. В языках, которые контекстно обусловлены, и в том же АВК, например, обработка идет подстрочной. Мы указываем контекст, это такая строка. Возможно, это неправильная идея. Возможно, надо вместо строк научиться работать с большими кусками текста. Ну и дальше, чем дальше, тем наши идеи завиральнее. В конце концов, текст – это такое философское понятие. Почему текст – это слова? Может быть, текст – это просто последовательность каких-то объектов, и мы с ними будем заниматься макроподстановкой. Ну, в общем, тут мы уже уходим в какие-то заоблачные выси. Вот. Значит, еще раз. Нам понадобятся специальные символы. Вот. Например, пробельные символы, которые отличаются от непробельных тем, что их может быть сколько угодно, и таким образом мы можем красиво сформатировать наш текст. В случае макро – это сложная проблема. В случае компилированного языка – все хорошо. У нас нет четкого сопоставления текста на входе и текста на выходе. В случае макро каждый пробел – это пробел. Мы это увидим как раз сегодня. Вот. Возможно, нам понадобится арифметика. Как жить без арифметики? Хотя, пожалуй, в концепцию макроподстановки арифметика не входит. Ну, пойди, напиши на макросложение. Вот. Так что, может быть, она понадобится. Возможно, нам понадобятся инструменты повторного использования. Такие, значит, мы как бы включаем уже написанные макросы. Они сразу работают. Зачем их каждый раз? Ну, вот это то, что нам понадобится в языке программирования. Ну, вот. Немножко истории. Я даже немножко рассказывал про истории, что когда-то, когда-то, вот видите, названия-то какие. Когда-то именно что макроподстановка называлась макрогенерацией и использовалась как раз для того, чтобы из некоторого общего профиля вывести идентичные по этому самому профилю, но различные парализации частности. Потом выяснилось, что этого совсем-совсем недостаточно. Нужна компиляция, нужна какая-то логика, нужна ауэритмическая полнота такая. И вот, значит, есть очень остроумный, но абсолютно теоретический язык программирования трак тех еще времен, который полностью основан на макроподстановке. Вот такой какой-то. Вот тут, значит, вычисление Фибонавича чисел. Ну, глазки, конечно, сломить очень легко. Кажется, будто цыпленок пробежал, значит, папа убежал. Чикенбокс это называется. Но, тем не менее, наследил, значит, и убежал. Но, тем не менее, алгоритмически полный, был реализован. Вот, поддос. Более мощные вот эти все ML1, GMP, Pagin, это как раз все языки порождения макрогенераторов. А мы будем говорить про язык программирования М4. Вот он. Вот у него страничка в Википедии тоже, кстати, сказать. Кстати, был М6 в качестве. Ага. И Дуглас Макелрой, один из разработчиков, очень известный чувак, и Морис, слушайте, это очень известный дядь. Ну, вот 77-й год его начало, но с тех пор он претерпел много интересных изменений, этот самый М4. М4. На сегодняшний день, пожалуй, самый известный и уж точно самый используемый язык программирования в парадигме макроподстановки. Вот, значит, у него... Это потому что старая. У вас. Потому что вышел новый сейчас версия. У вас. Вот его документация. Вот надо, кстати, поправить. Видите, он был 4.18, стал 4.19. Субинорная версия. Вот, мы туда будем лазить сегодня, вовсю. Существует перевод для тех, относительно свежий, 94-го года. В смысле, перевод для редакции 94-го года, сделанных в 2003-м. Но ничего особенного такого радикального с тех пор не поменялось. Вот. Если кому тяжело, существует учебник, приличный именно учебник. И даже на русском есть учебник. Тоже весьма приличный. Вот, это ресурсы, в которые можно потыкать. Вот. Итак, М4 на входе текст. Каждая команда может... Может, в тексте могут оказываться не терминалы, это макро-вызовы. Они макро-подстанавливаются. Полученный результат снова сканируется на предметные терминалы. И снова происходит макро-подстановка. Давайте уже, давайте уже что-нибудь поделаем. А то уже надоело. Люди уже общаются между самыми. Вот. Значит, в принципе, вы можете запускать М4 просто вот так. М4 годится абсолютно любая Linux-система, в которой он стоит. Не знаю, что там с Windows, но я думаю, в VSL тоже М4 есть, или ее можно поставить. Если нет ни того, ни другого, можно зайти куда-нибудь в любой онлайн-сервис, типа реплета, в котором есть Linux-консоль, потому что в Linux-консоли будет М4. И вот, смотрите, вот я построчно ввожу, и мне выводится текст, макрообработанный текст. Все вроде как хорошо. Вот. Но если я, допустим, скажу, define... Это было слово define. в define кве. Вот. Кстати, обратите внимание на перевод строки, который мне вывелся. Define, это макроопределение, оно сожралось М4. А перевод строки, который я тут нажал, никуда не сожрался, потому что, ну, это же кусок текст, а вот он вывелся. Мы с этим будем очень много иметь дело, вернее, страдать от этого очень много будем, когда будем работать с М4. Да. Так теперь вот, идея-то вот в чем. Идея в том, что все, как бы-то, животные одинаковые, а... макроподстанов. Более того, мы даже можем написать что-то типа define кве... раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Вот. Как вы думаете, что сейчас произошло? Значит, если я скажу вот так, что будет... вот предскажите, какой сейчас будет выдача? Первая, если я не сделал? раз-два-три. Сейчас. А почему так? Потому что на самом деле здесь произошла подстановка. Сейчас я покажу. В действительности все произошло следующим образом. Мы сначала определили вот это кве, где оно тут? Кве. И это было SD и SD. А когда мы написали вот это, знаете, что произошло? Вот здесь произошла макроподстановка. Это же текст, он является не терминалом. Поэтому сюда приехал ASD и SD, и мы задефинили ASD и SD где-то он тут. Вот оно. А что, все логично. Показали текст, сканируем его на не терминалы. Нашли не терминал, подставим. Чтобы было не так, нам нужно заниматься квотированием. Нам нужно брать в кавычки, нам нужно говорить это терминальный текст. Не ищите там не терминал. Я, с вашего позволения, просто чисто для красоты, воспользуюсь небольшой мыльницей такой вадзи. И буду... Буду... Который позволяет редактировать командную строку. Ведь когда я запустил М4, это было прямо при процессор. Он просто жевал строки и выплевывал макроопределения. А я хочу еще как-то их редактировать в процессе. Поэтому я запущу его, этот М4, обмажу его специальной утилитой RLVRAP, которая позволит нам делать вот так. Выбирать строчки, их редактировать. Вот это все. Вот. Я даже, когда готовился, подумывал сделать вот эту подсказку цветной, но там какая-то бага в самом RLVRAP, и я решил не отказаться. Вот. Значит, как заквотировать определение? Значит, вот мы, допустим, define author. Ну, допустим, все тоже Shakespeare. Вот. Как заквотировать определение? Если мы сейчас скажем author, то он, естественно, скажет Shakespeare. Для того, чтобы вот этого не произошло, надо взять его вот в такие кавычки. Значит, слева гравис, справа апостроф. Вот. То есть слева обратный апостроф, справа прямой. Так устроены кавычки в М4, несимметричные для удобства, чтобы не запутаться. Открывающий и закрывающий. Вот. Таким образом, если мы хотим переопределить, переопределить, да, вот мы помним, вот этот трюк, мы уже на него наступали, что если мы хотим переопределить, нам нельзя писать вот так. Вот первое определение, а вот второе, это не переопределение, здесь происходит подстановка и так, да. Но мы можем взять, очень тупо взять этого автора в кавычки. Вот. Вот так вот. И тогда действительно, ну давайте, нет, давайте ради интереса, давайте, давайте посмотрим список, вот это наше определение. Вот. Если мы хотим переопределить, то мы делаем вот так. Мы говорим, давайте мы все-таки автора возьмем в кавычки, и тогда можно вместо него вписать что-нибудь другого. Забыл, как пишется, милый. Ну окей. Значит, да, вот он, переопределили. Да, почему так? Потому что, когда мы кватируем некий текст, он воспринимается как последовательность, четко последовательность терминалов у вас. И это значит, что мы переопределили слово автор сейчас в другое раскрытие. Вот. Но он это делает ровно один раз. При каждом раскрытии, при каждом макро-подстановке одна группа кавычек убирается. Вот. Поэтому, так, здесь пример неправильный. Это примеры, которые говорят, что все надо кватировать. Вот. Сейчас попробуем. А, но для этого нужно... Ну, хорошо. Значит, про то, что кавычки при каждом уровне подстановки убираются, мы еще посмотрим впереди. Вот. Давайте еще раз вернемся к переводам строки. Видите, вот этот перевод строки, он появился откуда? Оттуда, что вот этот define-то мы определили. Но надо же как-то сказать, M4, дорогой, вычисляем. Мы нажали перевод строки, а перевод строки M4, разумеется, не стал ни во что преобразовывать и вывел его. Поэтому программа на M4, которая лишних переводов строки не выводит, она сопровождается специальным макросом, который называется DNL. Это означает delete to new line. Сначала эта штука выполняется, а дальше 20. Да, то есть даже если мы напишем DNL, все от этого места до конца строки удаляется, чтобы, значит, вот. Когда вы будете делать домашние задания, помните про эту штуку, потому что иначе у вас будут страшные генераторы с диким количеством пустых строк, сколько у вас макроопределений, столько и пустых строк. Это такой тоже практический совет. Да? Вот. Ну и, соответственно, с define такая же штука. Ну что, давайте погружаться в глыбь всего этого безобразия. Вот. Давайте попробуем определить определение, внутри которого есть определение. Ну это же макро. Начнем с логичного поведения. Define def num. Define num. Надо говорить, что вот это имя макро, а это подстановка. Я как-то забыл про это сказать, но мне кажется, что в этой аудитории это совершенно очевидно. Да, то есть мне не нужно на кафедре логеремических языков рассказывать, как устроен макрос. Вот. Да. Ну допустим, раз, два, три. Главное вовремя закрыть все кавычки. Надо, кстати, научить Redline, RelvRap показывать открывающие и закрывающие эти вот кавычки тоже. То есть скобки-то он умеет показывать. Пускай он эти кавычки тоже покажет. Было бы очень круто. Но они научили. Вот. Ну, dnr можно написать ради частоты эксперимента. Так. Что у нас сейчас num? Ну это, да? Что у нас def num? Ну, он ничего не сделал. Num. Раз, два, три. Все очевидно, да? Что произошло? Мы, значит, определили макрос, в процессе раскрытия которого определяется, еще один макрос, num, да? И он определяется в раз, два, три. Все совершенно красиво, очевидно. Вот, значит, пока мы этот макрос не вызвали, это определение не сработало. Почему так? Да потому что весь этот текст был захватирован. Раскватировался. То есть, когда мы вызвали... Сейчас, давайте попробуем потрясировать. Но я не уверен, что... Я не уверен, что это будет... Не уверен, что это будет слишком информативно. Ну вот, да? У нас трясется вызовы макросов. Вот он потрясил вызов макроса... Define вызов макроса DNL. Вот этого Define, вот этого DNL. А больше ничего не произошло. Когда мы подставили макрос DefNum, к нам приехала вот эта штука, при попытке ее потрясить, выяснилось, что макрос Define еще один вызвался, и поэтому у нас num переопределился. Все, в общем, очевидно. Что не очевидно? Не очевидно, что будет, если будет вот так. А может быть очевидно. Я убираю вот эти кавычки. Что сейчас произойдет? Значит, давайте просто чисто логически подумаем. Вот у нас есть какой-то текст, он делится на терминалы и не терминалы, вот у нас есть не терминал Define, которого собственное значение. Здесь опять текст, он делится на терминал... Это не терминал Define, у него есть значение и имя, и подстановка. Вот этот явно терминал. То есть, при раскрытии макроса мы должны сначала раскрыть вот этот макрос, а результат подставить вот сюда. Да? Соответственно, в diff num получится ничего, ибо результат подстановки вот этого макроса Define пустой. А вот в num получится раз, два, три. Проверим это. Диф num пустой. А num раз, два, три. То есть, после того, как мы выполнили эту команду, вот эту, да, у нас сразу задефанился макрос num, потому что мы это сделали явно вот здесь. А в результат его подстановки, в результат вот этой подстановки задефанился, макрос Def num пустой, но уже равен раз, два, три. Вот ему нравится. Ну, в общем, опять же, это совершенно логичное поведение, просто не надо забывать квотировать. Вот здесь вот мы передали такую строку Def num, потому что мы ее захватили. А здесь мы передали ту строку, которую возвратил вот этот макрос. Вот и все. Вот. Примерно так устроена сложность этого безобразия. Давайте попробуем втройное раскрыть, раз уж мы сумели в двойной. Но тут ничего особенного страшного нету. Да? Сейчас я попробую запомнить вообще, что написано. Вот. Def num. Не смог. Главное все заквотировать, да? Что там? Def num. Def num. Заквотируем. Def num. Ну, все тот же num. Это, правда, Def num. Def num. Def num. Здесь по-хорошему, конечно. Надо сделать вот так. А то мало ли сейчас у нас, Def num уже определен. Он сейчас как раз кроется в ноль. Вот здесь. Не надо. Надо все плотировать. Def num. Да. Def num. Дип какой-нибудь. Так. И поехали раскрывать. Значит, в deep у нас раскрывается. Ну, допустим, в, не знаю, deep. Тоже надо было бы взять в кавычки, но я вас пожалею. Да? Num у нас раскрывается в раз, два, три. Кавычку. Вот здесь. Да? Вот так. Да. Вроде бы так. Вот это вот. Все до скобочки. Вот это. Да. Это кавычка от вот этого Def num. А! Так. Значит, пробуем сначала. А, это старый num. Черт. Сначала у нас ничего не произошло. Теперь мы вызвали Def num. deep у нас все еще deep, а num у нас уже должен быть раз, два, три. Но после того, как мы вызвали num... вот, и ничего вот такого крышесностного на самом деле-то в этом нету. Смотрите, все же написано черным по белому. Вот. У нас так выглядит num. Когда мы говорим num, мы на самом деле define deep, а еще говорим, что раз, два, три. Да? Когда мы говорим def num, мы, да, вот, ну, чуть-чуть посложнее. Ну, в общем, вот. Напоминаю, алгоритмически полный этот язык. На нем можно что угодно написать. Вот. Но выглядеть это будет... Ну, вот так он будет выглядеть. Кстати, о балоритмической полноте. Вообще, смотрите, условные операторы. Мы обещали условные операторы. Их бывает две штуки. Мы можем проверять определенный соответствующий макрос, и мы можем определять, совпадают ли строки в АЦ. Ну, понятно, в общем. И в дев. Num. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? Чего? А, у нас num что-нибудь неопределен? А-а-а! У нас num раскрылся. Блин, черт. Вот. Num определен? Значит, да. А вот с num какой-нибудь неопределен. Вот. Ну, и более простой условный оператор. Да? Там if. По-моему, просто if. Или feels. If feels. If feels. If feels. a. А. А. Ну, не а, значит. Чему? Значит, а. Если оно равно а, то пишем yes. А иначе no. Ну, кстати, если no, можно не акронировать здесь, хотя бы лишних кавычек не писать. Да? А, соответственно, вы можете сейчас define a, ну, скажем, b, да. А, ну, потому что а теперь у нас b, а не равно, но можно написать, что yes, no, хорошо, а если оно равно b, сейчас, a, b. Там и по тройке, а не по тройке должны быть, да? Сейчас, дайте я подумаю. А, а лишнее, а. Вот это а лишнее, да? Да. По-моему, нет. Нет. Не лишнее. Их там по три. Значит, очень просто вычисляется if else. Тупо и нелепо. Вот эти три. А, сейчас. Щу-щу-щу-щу-щу. Да. Да. Значит, да, все очень просто. Все очень просто. Вот кто сказал, что no лишний, был прав. Мы проверяем, равны ли эти две цепочки. Значит, если да, мы выводим вот эту цепочку, подставляем. Если нет, мы это все выкидываем. И дальше по новой. Если там одна цепочка, мы ее выводим. Если две, значит, мы проверяем, равны ли они, ну и так дальше. Вот. Так, да, давайте мы проверим. Все очень просто. Видите, да? Что бы мы ни сделали, вот это yes, b срабатывает. Это такой else. У вас. Нет. Нет. Я понимаю, что если а, а, yes, а, b, yes, b, no, то это будет то, что мы хотим. Да, 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 да. Значит, вот еще, если здесь написать что угодно, что угодно. А, не знаю, что угодно, ноу, вот тогда оно сработает. Это else такое. Мне кажется, это в середине ноу надо брать, чтобы это было else. О, да, нет, сейчас. Yes. Вы меня запутали, давайте в подсказку глядеться. Там подсказка тоже такая себе. А, а, 1, а, b, 2 и 3, как else. Да, да, да. Вот это так. Да, именно так. Хорошо, давайте так и оставим, чтобы нам дальше не путаться, потому что иначе мы как-то обнаружим какие-нибудь еще незадокументированные свойства. Вот. Значит, поскольку, как мы уже говорили, в практической составляющей надо иногда все-таки что-нибудь считать, в М4 есть макрос, который называется Eval, и который делает не то, что вы думаете, это просто вычисление альтметического рождения. Вот там какая-то строчка приехала, да, а он ее калькулирует. Калькулирует, да, то есть это не тот Eval, который Eval в классических языках интерпретирует. Да, да, а именно просто вычисление. Вот. А вообще-то данные считаются строками, и в М4 есть некоторое количество некоторое количество макросов, которые преобразуют строки. Да, там. И индекс для поиска номера, substring, dleng, даже регулярные выражения можно применять. Пожалуйста. Пываться. Мы в это не будем сейчас углубляться, потому что времени у нас на все это нет, столько. Но для того, чтобы преобразовать строку, для того, чтобы преобразовать строку, есть много разных инструментов. Пожалуй, только покажу транслит, так же, как и в плане лекции. Значит, что, значит, исходная строка, если мне не изменяет память, да, какая-нибудь истронная строка. Дальше берем и заменяем что-нибудь типа E, I, A на 3, 1 собачка. Вот. Да? Такая типичная табличка перекодировки. В древности, опять-таки, считалось, что это очень нужная, очень популярная штука, потому что так происходила в основном макроподстановка, когда мы там силу на силу меняем. Вот. Ну что ж, но мы не все еще посмотрели, что хотели. У макросов могут быть параметры. Параметры у макросов могут быть. Да, мы можем написать что-нибудь в этом духе. Давайте попробуем. При этом в правой части определения макроса прилезает еще одно синтаксическое правило, в котором сказано, что конструкция доллар-что-нибудь это такие специальные подстановки параметров. Да? Если доллар-номер, то это подстановка параметра номер такого-то. Если доллар-решетка, то это количество параметров, число приедет. Если доллар-звездочка, то это строка, содержащая все параметры. А вот если доллар-блямбочка, то это такая строка, в которой все параметры будут один раз закавычены, чтобы, значит, они сразу не раскрылись. Вот. Это да, вот в это уже надо уметь, это надо уже уметь осознать. Давайте мы просто тупо для экономии времени тупо скопипастим вот этот примерчик, а потом его разберем. Да? Вот. Значит, вот он примерчик. Что мы делаем? Определяем макрос парам, в котором выводится вот такая строка. В этой строке мы говорим вот все наши параметры. Вот они же закватированы. Вот их количество. Вот первый параметр, вот второй. Да? Пробуем. Парам. Ну что там? Вы, вы, вы. Пробельчик приедет. Смотрите. Помните, говорил, что мы будем страдать от пробельчиков? Они то значащие, то незначащие. Вот этот пробельчик, вот этот пробельчик, вот этот пробельчик, незначащий, а вот эти два значащие. Вот он приехал. Такой формат. То есть разделителем в макроопределении, в макровызове является последовательность запятая с пробел. Да. А сейчас давайте попробуем. у нас же есть какой-нибудь макрос define q ну допустим z да? Давайте мы сделаем вот так вот. Вот мы возьмем и закватируем вот эту штуку. Видите разницу? Все видят разницу. А то тут у меня сидит активный студент на первой парсе, который все понимает и кивает. А у меня ложное ощущение, что всем тоже понятно. Вот. А я знаю, что не всем будет понятно. Смотрите внимательно. Да? Это к вопросу о различии не квотированной и квотированной подстановки. Вот тут, кстати, обратите внимание, подстановка тоже не квотированная. Вот здесь она автоматически квотированная. И что получается? Мы определили макрос q мы передали нашему макросу параметр q который мы специально закватируем чтобы он вот тут не подставился как у нас раньше это делал. Ему туда приехало по сути по сути приехало три параметра q вверху и вверху. Но не квотированная подстановка вжух и сработало. Квотированная подстановка вжух и не сработало. Не квотированная подстановка вот здесь просто доллар один вжух и сработало. Мы могли сделать что? Мы могли это определение переопределить вот так. Смотрите. Где там у нас полкводит что там? А, намер. Сейчас. А, я ол забыл. А нет, ол вводил, он сверху. И намер. Намер. Например, вот так могли переопределить. Чтобы не происходило лишней подстановки. пробуем вызвать. Пожалуйста. Квотированная подстановка. Вызвали, подставили. Еще раз сделаем одну кавычку. Тут вообще доллар один выведется. Потому что мы заквотировали то и то, и как была строчка доллар один такая осталась. Значит, оно и при следующем макроподстановке тоже останется доллар один. И только при третий оно окажется доллар один незаквотированным и произойдет интерпретация. Вот собственно тот самый смысл, что кавычки раскрываются по одной штуке, по одной паре за макро-вызл. Вот. И это что касается параметров. Таким образом мы можем писать параметрические макросы. Ну что ж, если мы можем писать, у нас есть условные операторы, то с помощью условных операторов мы же можем написать цикл, вызывая их друг от друга. Вот рекурсивное определение длины строки. Как мы будем вычислять длину строки? Мы будем вычислять длину подстроки на единицу меньшей первой подстрока начиная с первого номера не с нулевого и прибавлять к ней единичку до тех пор пока строка не пустая. Если строка пустая, то ноль. Давайте теперь это все напишем сами. Итак, define len сколько у нас времени? 15 минут, но я надеюсь успеем. Len только len конечно извините вот такой как ephels посмотрим сразу надо квотировать не надо а то надо все надо квотировать ephels ephels что ephels если у нас наш параметр какой там у нас параметр нулевой да нет если количество да если первый параметр нулевой первый параметр не закватируем если первый параметр раскрывается в ничего ничего пустой строк вот она пустая строка тогда для нас строки ноль иначе он раскрывается в eval eval единиц плюс и дальше len давайте посмотрим да и дальше len от субстр начиная с первого окей len от субстр доллар один начиная с первого давайте закрывать скобки давайте проверяем ну похоже что так да похоже что так it works вот как видите рекурсивный вызов то есть цикл от рекурсии ну мы все знаем что цикл от рекурсии ничего страшного 8 где-то я единичку прибавил да 7 мм интересно интересно давайте попробуем вот так а может там подсловка произошла ай ай там где-то кве был точно в какой-то из этих моментов тут был кве так а значит что мы сделали неправильно наверное мы сделали вот это неправильно да все равно 9 а может вот еще тут ну короче вы поняли что это не такая простая что ты все равно ну идея стоит в том что где-то вот в этом месте да на всех случаях нет это действительно стоит сделать но нет короче где-то тут нужно еще одну квоту вставить но давайте мы не будем то есть понятно да у нас был в какой-то момент из этой строки получается махроскве он раскрывается ну плохая плохая настоящий лен работает лучше вот это тупая тупая реализация вот отлично отлично вот это потому что кве да вот если я сейчас выйду и войду как нормальные люди входят тогда все будет работать потому что кве у нас вот да надо где-то где-то надо еще на этих просто я не хочу сейчас перед вами позорно заниматься парковкой на слух и подбирать количество кавычек которые вот хотя хотя мне кажется что дело в этом кавычек надо подумать вот но можно сделать и цикл по количеству параметров и это очень просто есть прекрасный макрос shift который превращает любое количество параметров в на единичку меньшее количество параметров вот и все плохо видно вот ничего удивительного что можно сделать цикл по этому shift тут уж я все-таки скопипащу с целях экономии с целью экономии времени а мы просто почитаем это давайте почитаем нет это тяжело читать ну напряжемся что я хочу сделать я хочу сделать макрос который выводит в обратном порядке все параметры да если количество параметров ноль то мы выводим ничего если количество параметров один а забыл сказать давайте мы пока это закомментируем значит забыл сказать про количество параметров это просто было для красоты значит три параметра ой что я сделал не так а что я сделал не так то я сделал не так ой один 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 параметр но пустой давайте один один параметр один один параметр но пустой ноль параметра вот это как это это объяснение это нет это очень простое объяснение серии так пошла эволюция очевидно что очевидно что макроподстановка без параметра вообще это ноль параметров а если мы написали скобочки то непонятно их ноль или не ноль вот люди долго думали эволюция долго шла и отрастила еще пару конечностей да значит будем считать что это один параметр но пустой это тоже это логично мы передали вообще-то явно передали здесь пустую строку в качестве параметра здесь вот мы ничего не передавали а здесь передали пустую строку и в очень многих случаях именно так и должно происходить вот представьте себе ситуацию вы написали нуф от каком-нибудь каком-нибудь квер да а он раскрылся в пустую строку сколько там было параметра без квотирования просто взял и схлопнулся так что так что это не просто логично это единственный способ выжить возвращаясь к реверсу да возвращаясь к реверсу да еще раз мы сначала рассматриваем строчку в этой строчке есть квот а здесь здесь не анквоотит все что анквоотит сканируется на предмет не терминал раскрывается мы опять рассматриваем строчку и опять есть квотит анквоотит все что анквоотит сканируется на предмет не терминал Начало – это неправильное слово Про реверс Значит, если количество параметров равно нулю Возвращается пустая строка Если количество параметров равно единице Возвращается обычный один параметр Обратите внимание на двойное квотирование Ровно для того, чтобы он походу тут не раскрылся Я подозреваю, что в нашем ленте тоже надо было двойное квотирование Вот Иначе мы говорим Возвращайте, пожалуйста, реверс от shift И вот здесь вот у нас, видите, вот та самая бебячка Подстановка с квотированием Чтобы наши строчки, район час, не раскватировались обратно Пожалуйста, рекурсивный вызов реверс от сдвинутого без первого параметра А первый параметр выводится через запятую в конце Вот примерно так это должно работать Давайте заодно посмотрим Сейчас Нет, ладно, не будем Времени Ну вот Последняя, кажется Хочу надеяться, что последняя на сегодня тема Нет, к сожалению, две Ну, хорошо, давайте все-таки попробуем успеть Еще одна тема Это управление пространством имен Мы на самом деле с вами уже все это видели Дамбдеф и все вот эти Единственное, что вы можете сделать Вы можете определить макрос Который потом не сможете вызвать Допустим Допустим Макрос Ну, не знаю Доллар один Да, как его потом вызвать Вызвать-то А вот для этого существует специальный макрос Да, вы можете определить такие макросы Это такая фишка, да Которые нельзя даже случайно вызвать Они никогда не подставятся Но можно вызвать намеренно С помощью макроса индир Который полезет в таблицу макросов И выберет оттуда его пану Полезная штука, на самом деле Для некоторых трюков Вот Еще более интересная штука С которой мы не будем слишком много работать И это временное определение Define Define, я сказал А, да Я говорил, что есть, например Например, макрос инкр и декр Которые, соответственно, арифметические Да? Ну, как бы, арифметик Давайте напишем вот так Пуш Пуш дев Инкр Евал 2 плюс Дорой Так Но Вы можете временно Модифицировать пространство Мен макросов А потом возвращать Как было Соответственно, что это значит? Вы написали алгоритм Подсунули другие макросы На его выполнение Он работал по одному Убрали Он работает по другому Это как стек Да, это стек Это стек определений 20 И последняя тема Я надеюсь Да, и последняя тема Последняя тема Есть еще одна тема Но она секундная Последняя тема Это потоки ввода-вывода Это как раз о том О чем я говорил с самого начала Концепция Мы обрабатываем текстовый поток И на выходе у нас Тот же самый текстовый поток Это очень Не очень удобный концепт Иногда бывает нужно Поменять местами Поменять местами Куски текста Вот И для этого есть Специальный макрос Диверт Который перенаправляет Перенаправляет Потоки По номерам Давайте скажем так Диверт Допустим 1 ДНЛ Ой Куда ты делся Диверт 3 ДНЛ Диверт 2 Ну ДНЛ Чтобы не было лишних Переводов строки Диверт 0 ДНЛ Вот он начал выводить А вот я сейчас выйду И вот они все вывелись Да Сначала выводится нулевой поток Потом первый Потом второй И потом третий Чтобы можно было Переставлять местами Вот А еще есть минус первый поток Который не выводится никуда На самом деле Вы можете не страдать от ДНЛ А сказать Диверт минус 1 Определять какие хотите Макроопределения Вообще писать что хотите Комментарии Шмоментарии Потом сказать Диверт 0 И у вас Снова начнется Вот Вот Значит это Была последняя тема Вот Те остальные темы Например Что можно вызывать Команды системы Из Прямо из макро Значит там Файл удалять Вот это все Мы ее не трогаем Вот А главное На самом деле Главное И это понятие Макро взрыва Что когда вы пишете На макроязыке Размер исходного текста Очень сильно Неравен размерам Финального текста Текст на Двадцать девять строк Конфигуряк Я вам покрасывал Который на пятнадцать тысяч строк Конфигуре Раскрывается Но это можно сделать И самостоятельно С этим встречаются Например Глюзи Которые Вот на нашем курсе Который у нас будет весной Про архитектуру Рискфлайф Там есть макроассемблер И там вроде бы Он довольно примитивный Даже не такой сложный Как в курсах Который на втором курсе На первом курсе У всех был Он довольно примитивный Но ведь это же Макроассемблер Так хочется написать Что-нибудь коротенькое Какой-нибудь принт Который все умеет делать А потом какой-нибудь дебаг Который пользуется принтом А потом какой-нибудь Месяч Который пользуется дебагом Который пользуется принтом А потом ты смотришь Вот на вот это На ассемблер И отлаживаешь вот и объяснение очень простое каждая макроподстановка это фактически Декартово произведение всех параметров да, вот по n параметрам уже будет n квадрат 20 вот, соответственно здесь был k в степени n не знаю почему здесь не написано не так, соответственно за макро взрывом следует взрыв мозга его надо опасаться но в действительности взрыва мозга надо опасаться совсем в другом месте и это прямо написано в документации по или в учебнике вот где-то здесь, неужто я потерял эту цитату в общем в каком-то из этих учебников по n4 написано смотрите, это алгоритмически полная штука теоретически на ней любой алгоритм можно реализовать не делайте потому что ну не для этого она предназначена вот а то мы это делали жалуются авторы у нас там эти вот макросы написаны вот да но тем не менее да, как паразит и самое главное что я хочу заметить что смотрите вот за этот семестр было очень много разных способов думать над фактически одной и той же задачей то есть нет такого в нашей с вами принуждения ну и я надеюсь, что всем желаю, чтобы не было такого принуждения когда вас вам предписывают способ думать да это вы выбираете способ думать под конкретные задачи и в этом, кстати, суть больших заданий которые вам уже роздали да, что вы должны посмотреть на задачи и понять, в какой парадигме ее удобнее решать и чем больше у вас в голове вот этих способов думать чем большим количеством парадигм вы активно владеете тем проще вам, в общем, решать все более и более разнообразные классы задач вплоть до того что, допустим, вам надо написать программу на СИ но вы понимаете, что это конечный автомат шмяк, бряк, кейс, все да или, допустим, вам нужно написать программу на питоне но вы понимаете, что в функциональном подходе там вот какие-то рекурсии где-то, значит, функционал, где-то, значит, то самое частичное вычисление раз, два получается какая-то штуковина на восемь строчек длинной но которая все делает и главное, если ее аккуратно написать она еще и понятна вот основная идея которую, видимо, хотелось передать вот за этот семестр что сложные концепции простые концепции маргинальные встречающиеся не везде это все равно полезный инструмент который на самом деле нужно применять в реалайне с одной стороны а с другой стороны до тех пор, пока вы не находитесь в положении когда вы применяете нужный инструмент в нужном месте вы стеснены обстоятельства вы не свободны вот на этом самом призыве быть умственно свободным я, наверное, и хочу закончить и нашу лекцию и весь семестр тоже спасибо вот я хочу заметить со стыдом что я не проверил домашние задания по второй лекции но зато у нас будет домашние задания по этой лекции я проверю и те и другие одновременно самое что неприятное домашним заданием по этой лекции будет написание программ вы не поверите на C и Pascal только на M4 значит домашнее задание будет выглядеть следующим образом давайте мы его прямо скачаем и запустим это несколько секунд значит M4 что там загрузки сейчас секунду локейт форм ген точка M4 сейчас я ее найду просто чтобы не мучиться вот она M4 выскачиваете выскачиваете скрипт на M4 запускаете его он вам формирует домашние задания вот единственное что вам нужно обязательно указать номер потому что номер лид не подходит это тестовый который говорит что вам нужно написать программу которая макро 4 генератор который вот поэтому сгенерирует программу на C и Pascal вот которую можно скомпилировать и запустить они бывают разной сложности вот это самое сложное она самая сложная потому что здесь просьба написать программу на Pascal в которой есть идентификаторы внезапно похожие на идентификаторы Pascal и вам придется еще что-то с этим делать а более простые варианты более простые варианты например например какой-нибудь какой-нибудь что там какую перемену это надо перепределять вот да более простые варианты вот 5 из 6 нет 5 из 6 хочу 3 из 6 ну давай 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 а 3 из 6 не бывает 4 из 6 ну короче мы меня поняли а да я даже знаю что нужно делать вот так надо сказать только не рандом а рандом рандом ну неважно мне все равно 4 из 6 вот 4 из 6 да здесь а здесь только одна формула ну короче вы поняли да вы можете выбрать себе посложнее и побольше очков набрать или попроще и поменьше все еще раз прошу что прощение что задержал но домашнее задание это важно нет да ну вы можете выбрать опять таки вам не обязательно брать первое попавшееся случайное число вы можете сидеть и подбирать только не рандом а рандом вас все они кто вам цию и люди этой l они